Продолжаем рубрику «Вопросы из Куба Знакомств». Сегодня рассмотрим популярный вопрос от девочек в состоянии активного поиска. Как проверить щедрость мужчины? Мы не психологи, а семьеведы-любители, сторонники научного взгляда на жизнь и стратегического подхода к любому делу. И поэтому мы не можем работать с таким неопределенным понятием, как щедрость. Щедрость – это добродетель, связанный со способностью оказывать бескорыстную помощь другим, противоположность скупости. Вот подарил мальчик девочке серебряное колечко, и девочка считает его щедрым до тех пор, пока не узнает, что другой девочке другой мальчик подарил золотое колечко. Классический пример щедрого мужчины. Перед каждым праздником дарит цветы и конфеты всем женщинам у себя на работе. А своим домашним – фиг! Есть церковно-исторический пример. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, который раздавал все свое добро нищим, и его попадья по этому поводу была очень недовольна. Думаю, не этого хотят девушки в активном поиске, которые в анкете ставят качество щедрость, как пожелание кандидату. Скорее всего, подразумевается материальная выгода от знакомства. Тогда проверка щедрости очень простая и сводится к тому, что для продолжения общения девочка предлагает мальчику платное мероприятие. Например, говорит, схожу в театр с тем, кто купит мне билет. Можно даже в объявлении о знакомстве написать «Познакомлюсь с мужчиной, который сводит меня в большой театр». И не надо стесняться. Здесь не попрошайничество, а именно взаимная выгода, потому что мужчина один в этот театр, скорее всего, не пойдет, а с дамой пойдет. Но дамы у него нет, и девочка в активном поиске должна стать его дамой на время мероприятия. Это ни к чему не обязывает, потому что вы друг другу никто и ничего не должны. Если мальчик поднимает тему, что я за тебя платил и ты мне должна, то ответ должен состоять из двух частей. Во-первых, ты сам согласился. Если поднимет тему секса, то можно и нужно сказать, что секс будет только с мужем и только после свадьбы. Но зато у тебя есть шанс стать мужем. Во-вторых, ты за меня платил деньгами, а я платила своим временем и своими чувствами. Мы в расчете? Мальчику выгодно платить за девочку, потому что, во-первых, с девочкой пойдет туда, куда бы ни пошел один. И когда рядом с мальчиком находится девочка, особенно красивая и счастливая, то мальчику это, как ни странно, нравится. Это никого ни к чему не обязывает. И думать друг о друге, как о кандидатах на обустройство личной жизни, еще слишком рано. Потому что вы не друзья, не приятели, вы никто. Вы просто вместе куда-то сходили. Если девочка несчастливая и некрасивая, то значит, не в театр и не в ресторан надо идти. А в паломническую поездку поехать. И это тоже платное удовольствие. Важно понимать, что тема щедрости, это как любая благотворительность и спонсорство, это взаимовыгодное сотрудничество. То есть, мальчик захочет купить чужой девочке платье, но чтобы с этой девочкой в этом платье сходить куда-нибудь на мероприятие. Но мальчик, скорее всего, не захочет покупать чужой девочке куртку зимнюю, которая в три раза дешевле этого платья. Ибо нафига ему это надо? Мальчик покорбит девочку в дорогом ресторане, но куда они пойдут вдвоем? Но, скорее всего, он не будет оплачивать девочке пирожки в ресторане грабли во время посиделок компании из клуба знакомств. Итого, щедрость мужчины проявляется в конкретной ситуации с конкретной женщиной, в товарно-денежном выражении. И щедрость теряет ценность при смене социального статуса. Быть подругой щедрого мужчины хорошо, быть женой щедрого мужчины плохо.